В России состоялись первые в истории страны трехдневные выборы президента. На пост главы государства претендовали четыре кандидата. По официальной информации, общая явка на выборах президента России, включая дистанционное и электронное голосование, составила 77,44%, что стало максимальным показателем в истории России. О том, как прошла выборная кампания в Саянске, рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Ирина Матвиенко. Поздно ночью, 17 марта 2024 года, Саянский избирком подвел итоги голосования на выборах президента России, подписав соответствующий протокол об итогах голосования. В соответствии с данным протоколом, всего в выборах президента России приняли участие 18 901 избирателей. За Владислава Дованкова проголосовали 798 избирателей, что составило 4%. Владимир Путин получил свою поддержку 15 835 голосов, или 84%. Леонид Слуцкий – 711 голосов, или 3,76%. И Николай Харитонов – 1044 голоса, или 5,5%. Просматривая фото и видеоматериалы с избирательных участков, можно убедиться, что на эти выборы саянцы шли как на праздник. Так, на нескольких участках был замечен веселый гармонист, который поднимал всем настроение. Мне вспомнился лично далекий 70-й год, когда я впервые пошла с родителями на голосование, увидев красные скатерти, играющую музыку, веселых людей. Тогда такие праздники были, как 9-е, 1-е мая. И вот эти выборы мне напомнили то время, когда народ с каким-то особым настроением шел на выборы. Очень много семей приходило на избирательные участки, о чем свидетельствуют фотографии, наверное, сотни фотографий, которые в социальных сетях сейчас пестрят о том, как голосовали семьи. Родители брали с собой детей, чтобы своим примером показать, как это необходимо сделать, что нужно сделать. Как никогда была активна молодежь, особенно впервые голосующие ребята. Очень много таких людей пришло. И как бы вот в благодарность им за то, что они первый раз проголосовали, участковой избирательной комиссии дарили ребятам календарики с атрибутикой выборов и футболки с символикой Иркутской области. На всех участках у нас царила добрая, благодушная такая атмосфера, играла музыка, где-то выступали даже небольшие творческие коллективы. Вот зарядившись этой такой атмосферой, один из избирателей пришел на несколько избирательных участков со своей гармошкой, играл для избирателей, для членов участковых избирательных комиссий. Если избиратели шли на выборы как на праздник, то для членов комиссии это мероприятие – нелегкий труд, который был связан с заполнением бесчисленного количества бумаг и не только. Я хочу выразить благодарность за работу нашим членам участковых избирательных комиссий, для которых эти выборы в плане организаторском были очень тяжелыми, потому что им пришлось не 10 дней работать, как всегда традиционно, участковые комиссии работают на выборах, а целый месяц, потому что 17 февраля они начали реализовывать пилотный проект Центральной избирательной комиссии «Информу ИК». Сделали обход более 15 тысяч квартир, поговорили практически со всеми избирателями и в целях информирования, и в целях уточнения списка избирателей. Собрали очень много заявлений от желающих проголосовать на дому. Но несмотря на то, что люди пожилого возраста могли проголосовать дома, многие из них по традиции шли на избирательный участок, люди пришли, которым мы и за 80, и даже за 90 лет, не изменяли своим традициям, несмотря на возраст, несмотря на здоровье, пришли, чтобы вместе с народом показать свою солидарность. Помимо благодарности в адрес участковых комиссий, хочется еще сказать благодарность в адрес избирателей. Хочется, чтобы на следующие выборы они проявили такую же активность, как и на нынешних, а может быть и показали самый лучший результат по области, а то и по России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова